Тяга к этому замечательному занятию у меня еще с советских времен была, за что власть придержащая и сама власть расправились со мной в свойственной манере. А вот уже в перестроечный период, если не ошибаюсь, в 1989 году было принято постановление Совета Министров СССР еще о развитии хозяйственной деятельности советских предприятий и организаций за рубежом. И мы, миновав, в общем, кооперативную стезю, там, частный извоз или пошив тапочек и так далее, сразу решили по-взрослому это дело делать. Я работал тогда в крупнейшей в бывшем Советском Союзе агрофирме, а даже, и в один прекрасный день к нам в Латвию, она под Ригой, эта агрофирма расположена, к нам приехал Горбачев. Он посетил в Латвии два предприятия, одно довольно известный завод ВЭФ, как бы люди советского разлива хорошо помнят, это, в общем, по знаменитым приемникам типа СПИДЛа и так далее. И второе предприятие – это агрофирма АДАЖИ. И, выступая на активе перед руководством республики, он сказал, что, вы знаете, очень контрастное впечатление у меня от посещения Латвии. Я был на одном предприятии 19 века, имею в виду завод ВЭФ, и на предприятии 21 века – это агрофирма АДАЖИ. Действительно, АДАЖИ по тем временам было суперсовременным хозяйством, совершенно не советской схемой ведения хозяйства. Наш председатель агрофирмы весь был исполосован как бы партийными выговорами, его постоянно обещали снять с работы. Но поскольку он был такой выдающийся и действительно очень талантливый человек, это у них не складывалось. И когда все к нам приезжали и видели, скажем, что, ну, есть, я не знаю, коровник там на тысячу голов, и там работает всего 7-8 человек, и там зимний сад, и бассейн для этих доярок, и, в общем, какие-то совершенно сказочные по советским понятиям вещи, они, конечно, с ума сходили и говорили, да, действительно, мы куда-то в рай попали. Там у нас был детский сад со своим зоологическим садом, или, скажем, школа со своей обсерваторией. Сейчас, в общем-то, ну, очень мало таких мест, а тем более, в общем-то, это самое. Но это было как бы уже демонстрация, уже первая ласточка, это было демонстрация преимуществ кооперативного ведения хозяйства над государственным укладом, потому что, ну, это колхоз был, кооп, так называемый, да, и Горбачев приехал к нам, на него произвело это громадное впечатление, он спросил, ну, обычная манера партийных боссов, а что вам надо? Мой шеф Каус, он после этого, кстати, был назначен советником президента СССР по вопросам сельского хозяйства, он такой, ну, по нынешним временам откровенный, а по тем временам смелый человек был. И он тоже в такой же чистой эпатажной форме, причем так, что Горбачеву как бы неудобно было отказаться, он говорит, нам надо самостоятельно вести хозяйственную деятельность не только в Советском Союзе, но и за его пределами. И Горбачев взял из горяча, пообещал нам разрешить не через вот эти монопольные организации, все эти внешплод, там, импорты, там, или там, маш, тех, снабы и так далее, напрямую выйти на западные рынки и заниматься посредническими операциями, продавать российские товары, покупать сельскохозяйственные технологии и, как следствие, эти технологии внедрять и у себя, и в других хозяйствах. Это было таким, по тем временам, совершенно неожиданным и очень уж, я бы сказал, таким кричащим инноваторским делом. Сухой остаток этой истории таков, что уже в 1989 году мы создали на Западе внешнеэкономическую фирму, которая начала работать в Австрии со скромным по западным меркам уставным капиталом. Через два года мы были четвертой по величине компании Австрии и второй по величине частной фирмы, поскольку, в общем, наши учредители были небольшие западные фирмы, и вот агрофирма даже, там не было государственного части как такового вообще. Но так для меня началась эпоха рыночного капитализма. Все это сопровождалось различного рода событиями. У нас были настоящие войны с государственными монополистами, которые занимались экспортом. В частности, был такой монополист по экспорту минеральных удобрений, назывался он Агрохимэкспорт. И вся система сдержек и издевательств, которую мы по тем временам пережили, она была сродни наездов милиционеров, АБХСников, скажем, на кооперативы, но только в других масштабах и на другом уровне. Так, например, все наши продажи вызывали такой праведный гнев торг-пресс на Западе, потому что они чувствовали, что что-то меняется в этой жизни, у них почва из-под ног уходит. И они писали, и такие молнии посылали, и шифровки, что мы занимаемся демпингом на рынках. Нас вызывали на внешнеэкономическую комиссию при Совете министров СССР еще тогда. И кричали, что мы вас сейчас вот тут вообще не знаем, что с вами сделаем. Мы все это проходили. Поэтому у нас есть свой своеобразный метод вхождения в рынок, который в конечном итоге потом стал нормальным делом, приемлемым, понятным для всех. Но по тем временам это было нечто. И переживания у нас были самые различные. Ну, например, классический пример того, как административная дубина проходится по частному предпринимательству. Пример 90-го года, но он не отсырел, этот пример. Его можно найти, его интерпретацию, и сегодня, через 10-11 лет после событий. У нас грузится корабль минеральных удобрений. Причем удобрения по своему характеру такие, что корабль не может долго находиться с этим грузом. Это все рассчитано, потому что груз насыпной, он может слежаться, и потом его отбойными молотками из трюмов нужно будет доставать. И, как по хорошо отрежиссированному сценарию, проходит соответствующая команда, как тогда говорили, соответствующих органов, корабль арестовывают на рейде. И вот он стоит сутки, он стоит неделю, он стоит месяц, платятся колоссальные штрафы и неустойки, так называемые демериджи за простой судно, товар приходит в негодность. И, ну, если не на уровне Горбачева, то уж на уровне Рыжкова точно обсуждается вопрос, а выпускать ли этих, так называемых, предпринимателей, это самое. То есть, вот эта система, в том смысле, как она тогда укоренялась, она приводила к чему? Что они сказали, даешь, да, вот, и Рыжков, и Горбачев все сказали, даешь, а потом сами испугались своего, даешь, и перешли с крика на шепот, а потом с шепота на полное торможение всего. И когда задается вопрос, который, как бы, вы задавали многим героям вашего фильма, можно ли было делать перестройку иначе? Можно было, но она бы захлебнулась. То есть, страна бы вернулась к еще худшей модели социализма с непредсказуемыми абсолютно последствиями.